МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ась, возьми. Давай. Пригодится. Володя, нам километров восемьдесят осталось, да? Да, примерно через час будем в лесном. Ты чего? Что-то машину ведет, не пойму. Класс, колесо пробили. Ого. Хорошо, еще с заправки не успели отъехать. Давай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А если всё-таки это рак? Люда, ты понимаешь, что тебя не рак убивает? Может, его вообще нет? Страх, понимаешь, хуже всего Извини, что перешёл на ты, я вспылил Да нет, ничего Я не против, можете говорить мне ты Ну тогда и ты мне не выкай Спасибо вам Тебе Спасибо, что поддержал Слушай, давай я с тобой схожу в больницу, а? Чтоб тебя поддержать Да нет, это как-то Мама, я тебя ищу Настюшка Моя хорошая Мама, ты что, плакала? Нет, сынушка, всё хорошо Просто мы с Глебом Игоревичем поругались А теперь помирились И это я от радости плачу Ты лучше никогда не плачь Даже от радости Хорошо Так лучше? Слушайте, уже конец рабочего дня Давайте я вас домой отвезу, а? Да нет, что вы, это неудобно Да почему неудобно? С ветерком домчу, всё хорошо Настюш, хочешь на переднем сиденье, как взрослая? Да, хочу Ну? На переднем сиденье, это же опасно Нет, очень даже безопасно У меня там детское сиденье стоит Мишка укачивает на заднем Поэтому я вожу его на переднем Ну что, поехали? Поехали, с ветерком домчу Поехали Володь, что-то случилось? Навигатор не ловит Связи нет Поехали Ого, ты что-то в ней понимаешь? Конечно Нам туда Садись Ну что, как ты? Ну что, тебе понравилось? Понравилось Подвезёшь нас ещё? Обязательно подвезу Конечно подвезу Ну спасибо, что подвез И за то, что поддержал Тоже спасибо Да нет, за что, Люд Я не мог тебя бросить В такой ситуации Тебе сейчас тяжело Ты, главное, помни, что Я всегда рядом И всегда смогу тебе помочь До свидания Мы приехали? Похоже, что да Ась, что-то здесь не так Будь рядом Жди здесь Жди здесь Я не могу Счастливый Я не могу Счастливый ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стой. Похоже, у него сначала стреляли, а потом ножом добили. Пульса нет. Стоять! Бросить оружие! Быстро! Тихо, парни! Спокойно, парни! На землю! Я из полиции. Из полиции, да? Удостоверение в нагрудном кармане. Сейчас мы посмотрим, какая у нас тут полиция. Так, Лукьянчук Владимир Витальевич. Капитана ГУ МВД. Слышишь ты, Лукьянчук? А какого ты тут вообще делаешь, а? Мы ищем человека, причастного к убийству и похищению ребёнка. Откнуть его давайте в отделение. Ась, не переживай, не должны проверить. Так, стоп, мне надо позвонить. Я имею право. Давай, прошу. Ну, позвонишь в отделение. Адвокату далеко ехать. Ась, ну, бери Бориса. У меня телефон в сумке. Так, этого ко мне, а девушку в боль. Так, куда ты попали? Давай. Синеринка, он свободен. Есть. Так, как вы оказались в этом охотхозяйстве? Не поверите. Через дверь вошёл. Она была открыта. Да? Кого хотели увидеть? У меня имеется информация, что Светлов причастен к особо опасным преступлениям. К похищению, к убийству. Так это было задержание, да? Не совсем. Я собирался допросить подозреваемого. Исходя из беседы, уже принимать решение о его задержании. А Демидову взяли в качестве прикрытия. Ася Денисовна проходит потерпевшей по этому делу. То есть, хотели отомстить Светлову, да? Я спрашиваю, хотели отомстить? А давайте я воздержусь от дачи дальнейших показаний до приезда моего адвоката. Слышишь, ты... А где вас таких умных выращивают? Готово. Угу. И по базе сразу пробей пальчики. Хорошо. Будьте добры, можно салфетку из сумки? Спасибо. Криминалисты нашли отпечатки пальцев. Остарожка у Светлова. Наверняка ваши. Ну или вашего спутника. Так что вы бы признались, как можно раньше. Мы все равно обо всем узнаем. Ася Денисовна, как вы? С вами все хорошо? Угу. Послушайте, это обязательно. Снимите, пожалуйста. Лавриков, сними браслет. Как вы? Бывало и получше. Ну, потерпеть еще немного. Осталась чистая формальность. Я был у прокурора. Пришло заключение экспертизы по Светлову. Его застрелили из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Так что против вас нет никаких улик, кроме присутствия на месте преступления. У вас были с собой какие-нибудь личные вещи? Да, сумка. Угу. Будьте любезны, подготовьте личные вещи Асе и Денисовны. Я скоро вернусь. Продолжение следует... СТУК В ДВЕРЬ Войдите. Привет. Зашел узнать как ты. Полночи не спала. Плакала. А утром записалась на прием к онкологу. Правильно. Правильно. Лучше сразу все выяснить. Знаешь, и люди, и машины могут ошибаться. Вот бы все обошлось. Я не представляю, как я скажу Настеньке, что смертельно больна. Ну, погоди. Еще неизвестно точно, поэтому и говорить не о чем. Хочешь, я с Настей посижу, пока ты будешь врач? Спасибо. Наверное придется, у меня подруга работает, не может все время с Настей сидеть. Да не вопрос, я смогу. Заберу ее с прогулки. Глеб. Ты не говори пока никому, ладно? Разумеется. Спасибо. Да. Александр Павлович, это Лукинчук. Простите, я сегодня задержусь. Ну оно и понятно, и с камеры в лесном. Сюда уже трудно добраться. Ты что, Лукинчук, совсем края попутал? Александр Павлович, ситуация вышла из-под контроля. Я сейчас уважу последние формальности и скоро приеду. А ты не спеши, ты уволен. Я все объясню. Давайте я сэкономлю ваше время. Угу. В связи с отсутствием доказательств причастности гражданину Лукинчука ВВ и гражданке Демидовой АД, освободить из-под стражи гражданину Лукинчука ВВ и гражданку Демидову АД. Я бы, конечно, еще позанимался с вашими телем. Знаете, мне кажется, что вы исчерпали все темы для бесед. Ну да. Против постановления прокурора я пойти не могу. Синельников! Демидову на выход. Свечи. Есть. Здравствуйте. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Направление. Вот. И медкарта. Сегодня выдали. Да. Я была на приеме у онколога, и он к вам направил. Угу. А что, это очень плохо? Нет, что вы. Ну, надо еще делать снимки. А вы анализы сдавали уже? Да. У терапевта. Оставьте, пожалуйста, все свои вещи здесь и проходите. Все. Так. Ой, аккуратненько. Так. Все. Пожалуйста. Извините. Просто мне так страшно, что диагноз подтвердится. Ну, вы уже ничего изменить не можете. Поэтому надо верить и молиться. Пожалуйста. Не волнуйтесь. И не шевелитесь. Угу. Ну, как ты? В общем и целом, нормально. Граждане, предлагаю отметить ваши чудесные освобождение. Спасибо большое, Борь, за помощь. Не за что. Я твой должник. Ну что, поехали? Скорее отсюда. Давай только заедем сначала в охотхозяйство, а мою машину заберем. Скорее. Греб, привет. Привет. А я за Настей. Спасибо, что присмотрел. Не за что. А где она? А их с Мишкой на спортплощадку отправил. У меня планы по воспитательной работе, а они в моем кабинете прятки устроили. Погоди, Мишка — это твой сын? Да. А сколько ему лет? Восемь. Он после школы ко мне заскочил флешку занести. Я ее дома забыл. И что, ты отпустил детей двоих на спортплощадку без присмотра? Люд, не переживай. Мой Мишка с твоей Настей справится лучше любой няньки. Он, конечно, в третий класс ходит, но иногда мне кажется, что он даже старше меня. Вон они, смотри. Ирина, Ирина Ивановна, через пятнадцать минут у вас урок литературы. Да, я помню. Спасибо. Теперь ты будешь бить одиннадцатиметровый пенальти. Только не носком, а бочком. Да? Настюш, беги ко мне. Мой хороший. Мамочка, привет. Привет, моя девочка. Ну, здравствуй, Миша. А меня зовут Людмила Александровна. Я мама Настинки. Очень приятно. Мне тоже. Мама, а можно я с ним еще немного поиграю? Солнышко, нам уже пора уходить. Но ты обязательно еще поиграешь с Мишей. Если он захочет. Конечно, захочу. Мне с тобой очень понравилось. Ну что ж, спасибо, что присмотрел. До свидания. Ну что, теперь ты мне пенальти бьешь? Давай. Так. Сильнее. Разрешите? У тебя две минуты. Время пошло. Александр Павлович, я нарушил ваши указания и продолжил расследование по делу Ермолаева и Демидовой. Но именно за это я тебя и уволил. Новенькая что-нибудь скажешь? У меня были основания полагать, что преступники ушли от ответственности. По факту Корниенко не проводил следственных мероприятий. Как только у меня появилась информация… Значит, по-твоему Корниенко виноват в том, что ты попер свой лесной с Демидовой. И врябался там в огне стрел с витальным исходом. Александр Павлович, Демидова для меня не просто потерпевшая. Мы любим друг друга, живем вместе, у нас фактически семья. Ну вот свадьба, я крикну горько, если пригласишь. А пока мне об этом ничего знать не надо. Все, время вышло. Вы бы отказались помочь своей жене, если бы она узнала, что ее пропавший ребенок жив. Я бы, может быть, и помог ей. Ну, может быть, даже и нарушил закон. Ну, возможно. Но для тебя это ничего не меняет. То есть только вам можно нарушать закон ради близких? Послушай, ты не закон нарушил, ты нарушил мой приказ. А это хуже. Так что пиши заявление по-собственному и считай, что это мой тебе подарок. Пошел вон. И ты хочешь сказать, они тебя всю ночь продержали в обезьяннике? Нет, у меня была отдельная камера, я даже часочек поспала. Господи, просто посходили с ума они в этой полиции, тоже меня нашли убийцу. Самое главное, что разобрались. Вот именно. Ась, ты мне тут нужна. Нам вот весь вот этот бардак надо разгребать. Все процессы налаживать заново. Да и детскую коллекцию никто не отменял. Ну, в чем дело? Ась, ты разве не этого хотела? Хотела. Очень непросто сюда вернуться. Столько счастья с этим местом связано. Столько. Горе. Ась, оставь прошлое в прошлом. Тебе пора вперед смотреть. Выходи за меня. Выходи за меня. Выходи за меня. Светлана Максимовна, ой, Ася, Светлана Максимовна, ой, привет. Господи, как же я рада вас видеть. Как вы, как девочки? Да я-то хорошо, как девчонки, не знаю. Тут такой кавардак был, кого уволили, кто сам ушел. Подождите, а вас что, тоже уволили? Нет, ну что ты. Такого счастья я Кузнецову не предоставила. Я сама ушла, это я дела сдавала. Светлана Максимовна, а кто-нибудь из нашего коллектива остался? Ну, смотри, наш цех и отдел продаж почти в полном составе ушли. Фомич дольше всех продержался, но потом на пенсию ушел. Сейчас нервы лечат. Подождите меня, пожалуйста, здесь 10 минут. Никуда не уходите, хорошо? Я быстро. 10 минут, хорошо? Тамара, вы здесь, я вас по всей фабрике еще. Я пока здесь поживу. Пока кабинет у Кузнецова не отремонтировали. У меня от этой старой обстановки просто крышу сносит. А у меня к вам серьезный разговор. Тоже хочешь ремонт? Нет, я узнала, что уволилась Коваленко. Ее нужно срочно вернуть. А кто это? Коваленко Светлана Максимовна, главная швия. Проработала здесь 25 лет. Ась, ты меня знаешь. Я за регалии и стаж не оцепляюсь. Мне нужно, чтобы человек хорошо работал, был адекватным, исполнительным. Я ручаюсь за Коваленко и, собственно, за всю команду, которая ушла вместе с ней, или которую Кирилл уволил. Подожди. То есть ты не только ее хочешь вернуть, а вообще всех? Ась, а глядись, у нас нет производства. А ты хочешь вернуть сюда людей, которые развалили эту фабрику? Ее Кирилл развалил. Швей здесь при чем? А кто шелудряные костюмы? Кирилл? Или все-таки твои швей? Тамара, а Светлана Максимовна и все ее девочки постоянно жаловались на качество материалов. Кирилл самых настойчивых просто увольнял. Да я могу головой за них ручиться, если хотите. Ладно. Раз ты так отчаянно за них просишь, значит, они этого стоят. Даю тебе карт-бланш. Спасибо. Я вас люблю. Вы не пожалеете. Очень. Светлана Максимовна, я поговорила с Вавиловой. Все сотрудники, которых уволил Кирилл, могут вернуться. Если, конечно, захотят. Все? Да. И Тоня, и тетя Валя. Да. Абсолютно. Пожалуйста, обзвоните сегодня всех, скажите об этом. И не уносите свои вещи. Спасибо тебе. Спасибо. Это вам спасибо. Я без вас фабрику вообще не представляю. А я же здесь полжизни провела. Так вот в том-то и дело, что вы здесь каждый камушек знаете. А пережила сколько здесь. Как я вас понимаю, моя жизнь тоже навсегда связана с этой фабрикой. Давайте я вам помогу. Да ладно, ты еще старушку немощную нашла в моем лице. Ты забыла, как я тебя гоняла? Угу. Конечно, такое забудешь. Ты уже дома? А ты чего так рано, я думала, ты сегодня будешь, как всегда? Пораньше освободился. А мне Вавилова разрешила вернуть всех увольных работников. И это надо отметить. А у тебя что за повод? А я написал по собственному. Так что поздравь меня. Теперь я безработный. Это из-за того, что нас арестовали? Да нет, из-за того, что продолжила расследование. Не подчинение приказу. Володь, ну это так несправедливо. Прости меня, я вообще вела себя как законченная эгоистка. И ни разу не подумала о том, чем может для тебя все это закончится. Азда, ты здесь при чем? Я взрослый мужик. Сам принял решение. Сам за него и ответил. Все справедливо. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, как дорога тебе твоя работа. Мне не очень жаль. Мне тоже. Но я все равно веду твое дело до конца. За убийством Артема и этого Светлого стоит один и тот же человек. Тебе тоже кажется странным, что этого Николая убили как раз тогда, когда мы к нему ехали, да? Я думаю, его именно поэтому и убили. Из-за того, что он мог нам рассказать, кто ему заказал убийство Артема. Я это очень редко говорю. Но я тебе очень благодарна. Я очень люблю тебя. Ася. Ася, тварь. Иди сюда. Аааа. Раз, два, три. Раз. Тварь. Я не знаю, я ловил скид Syneria. Я знаю, я знаю. Давай, давай, давай. Так. Аааа. Проснись и пой! Комер! Бабки где? Бабки где? Ну, я ведь не мог. По-людски разводить, что ли? По-людски я тёлок буду будить. Комерс. А ты тёлка, Комерс? Нет. Нет. Ну так и не ной. Бабки, говорю, где? У нас завтра движняк намечается, надо кое-кого подогреть. Завтра. Завтра переведут на счёт, я всё перечислю вам. Могу просто позвонить. Какой-то ты мутный, Карс. Нехороший. Завтра скинешь бабки на счёт. Не скинешь, я приеду к тебе с патологоанатомом. Я внятно объяснил. Да, да, да. Ну, ладушки. И приберись здесь. Неприятно с тобой общаться. Привет, Люд. Как твои дела? Как, Настюша? Нормально. Что с нами за три дня сделается? Вы как съездили? Узнали, что хотели? Ничего не выяснили. Ещё и в полицию ночь провели. В полицию? А что случилось? Ой, это долгая история. Я тебе лучше при встрече расскажу со всеми подробностями. Ну, хорошо, как скажешь. Мне тоже тебе есть что рассказать. У тебя какие планы на завтра? Давай я к вам заеду. А, нет. Завтра я не могу. Я занята. А послезавтра утром ты сможешь? А, хорошо. Давай тогда послезавтра утром перед работой заскочу. Угу. Ну, значит, договорились. Пока. Осторожно. Сейчас. Пойдём. Осторожно. Ирочка, прости. Я знаю, что замучила тебя уже с этой просьбой, но… Люда, ладно тебе. Давно знаем друг друга. Давно работаем вместе. Настюш, пойдёшь со мной город рисовать? Да, пойду. Я буду рисовать замок. Вот и отлично. Спасибо большое. Иди, всё у нас хорошо будет. Настенька, пока. Пока, мама. О, привет. Люд! Привет, Глеб. Привет. Извини, я вчера забыла сказать тебе, у тебя замечательный сын. Он очень взрослый, очень ответственный. Ну, я же тебя предупреждал. Да, ему можно доверить, Настеньку. Извини, мне нужно идти. Ещё одно обследование? Нет. Забираю результаты МРТ. Сегодня я должен диагноз либо подтвердить, либо опровергнуть. Слушай, давай я с тобой схожу, а? Да нет, ну что ты. У тебя же работа, дети, отчёты. Да нет, я сама. Всё равно семи смертям не бывать и одной не миновать. Отчёты подождут. У меня есть свободное время. Точно? Ты уверен? На все сто. К тому же тебе нужна поддержка. Нужна. Почему? Ну, тогда решено. Пойдём. Да. Кирилл Олегович, здравствуйте. Пришёл перевод от Бавиловой. Отправляй в Бурому, сейчас же. Срочно! Ты сумму помнишь! Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Александровна, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Людмила Александровна, мы предполагаем, что у вас Б крупноклеточная лимфома. Доктор, вы меня вылечите? Вам необходимо сделать операцию, но бесплатные квоты в этом году уже закончились. И что же мне делать? Так как время играет против вас, и ждать целый год вы не можете, то вам необходимо обратиться к профессору Медникову. Он оперирует в частной клинике, и после операции там же можно пройти курс химиотерапии. И где принимает этот Медников? Вот, профессор Медников, клиника Медгарантия. Но это не бесплатно и дорого. Насколько дорого? Насколько дорого? Добрый день. Это примерная сумма. Может быть и больше. Понимаю, у вас таких денег нет. Но есть более дешевый вариант. Вы можете сдать все анализы бесплатно у нас в больнице, а также пройти курсы химиотерапии. Ну а операцию сделать у профессора Медникова. Лют, ну так нельзя. Ты должна бороться. Ты просто обязана, если хочешь жить. Глеб, ну ты же не врач. Откуда тебе знать? Моя мама. У нее был рак желудка. Она боялась, что умрет. Боялась, что я совсем один останусь. Боялась, что будет больно, что лечение не поможет. А оно помогло? Нет, не помогло. Потому что после всех этих страхов у нее не хватило ни сил, ни воли бороться с этой болезнью. Все, рак победил. А мне было всего семнадцать. Прости. Мне очень жаль у тебя и твоего мамы. Люда, я рассказал тебе, это не для того, чтобы вызвать у тебя жалость. Ты не имеешь права сдаваться. Ты должна... Ты должна быть злая на эту болезнь, понимаешь, и верить, что ты ее победишь. А я не могу верить, Глеб. Мне нужны операции. Бесплатно мне ее смогут сделать. Только в следующем году. А без операции и лечения без пустота. Ну давай найдем другую больницу, другого врача. Да есть другой врач, но... Ну вот видишь, значит есть шанс. Я найду деньги. Если нужно, я посижу с Настей. Я прошу тебя, не сдавайся. Нажда бы такая сумма. Субтитры создавал DimaTorzok